этого дня. Не спешай спокойно взойти на сцену. Конечно, спикер здесь знает, что свет софитов падает на него, и зрители не могут не фиксировать его своим зрительным вниманием. Зритель начинает задаваться вопросом, а что сейчас Стив расскажет мне? И таким образом Стив плавно готовит зрителя к тому, чтобы зритель был подобен сухой губке, которая будет жадно впитывать речи Стива здесь со сцены говорящего. Плавный выход на сцену. Сначала сила молчания, чтобы и зрительный зал замолк и ожидал, а что же Стив сейчас будет нам говорить, и потом плавно структурировать ожидания этого дня и пауза. Паузы, помните, это рамки. Вообще слова это лишь звуковые волны, и смыслом их наделяет не тот даже, кто говорит, а тот, кто слушает. Этого дня мы ждали длительный период времени. И здесь зритель начинает наполнять смыслом эти звуковые волны и переносится в свои воспоминания. А когда в его жизни было такое событие, какой-то знаменательный и важный день, которого он ждал длительный период времени. Зритель здесь фиксирует в себе это состояние его сознания и плавно переносит его сюда. И сквозь его призму начинает воспринимать то, о чем говорит Стив Джобс. И многому можно у Стива учиться с точки зрения контроля и его работы с аудиторией на публичном выступлении. Так давайте же будем вгрызаться в этот материал, чтобы поднять на поверхность ряд гипотез, которые могут быть по-настоящему полезны для вас, в вашей деятельности, мой уважаемый зритель. С вами Альберт Сафин. Поехали. Я ждал этого события два с половиной года. И потом молчание здесь. И этим молчанием Стив как бы концентрирует внимание всех сидящих в зале на себе. Кроме того, он даже не смотрит на зрительный зал. Он сейчас сам сконцентрирован на своих воспоминаниях. И таким образом он погружает внимание зрителя в эти же самые воспоминания. Зрителю становится интересно. И что же ждал Стив в течение двух с половиной лет? То есть Стив здесь этой интригой структурирует ожидания зрителя. Он сразу делает их своими союзниками. Но, конечно, важно учесть, что это мероприятие проходит не на холодную аудиторию. Это мероприятие именно для своих уже. И представьте, как много здесь союзников, которые рады следовать этим командам, которые видят Стива как лидера своего человека, которого они выбирают уважать. И во многом Стив таким и становится. Ведь зачастую человек становится именно таким, каким его видят другие. И поэтому использовать аудиторию как своего союзника, когда вы структурируете их ожидания касательно себя таким образом, что они между строк внушают в вас то, каким вы быть выбираете. Это важный рычаг. Имейте это в виду. И сейчас снова какая пауза между словами. Два с половиной года и пауза. И зрителю здесь ничего не остается, чтобы немножко это напряжение сбросить своих плеч, чтобы начать аблотировать, чтобы хоть как-то успокоиться. Они настолько накалены, что достаточно просто дуть на них, чтобы сдвинуть их с места. Уже готовы ко всему. Вступать в заранее выигранный бой. Это важная стратегия. Когда нет необходимости никого ни в чем убеждать. Вступать в заранее выигранный бой, это создавать такие условия заранее, чтобы нужный человек сам себя убедил в том, что вы считаете нужным. Этого дня. Обратите внимание на то, как Стив не спеша и плавно заходит на сцену. Он не забегает на нее. Он не разрывает ее на мелкие кусочки своим присутствием. Он действует поступательно здесь и последовательно и предупредительно. То есть плавно. Он как бы усыпляет здесь аудиторию и позволяет ей чувствовать себя комфортно и безопасно. Чувствуйте себя безопасно, говорит он тем самым. Я не буду совершать резких движений. Делайте глубокий вдох и выдох, расслабьтесь и просто в доверии следуйте за тем, о чем я буду вам рассказывать. Он как будто бы это и проговаривает своими движениями тела, когда не спеша заходит на эту сцену. Последовательность принятия никто не отменял. Это важно учитывать. Если вы заведете автомобиль и сразу переключитесь на пятую передачу, есть риск, что он заглохнет. Необходимо последовательно и плавно увеличивать обороты двигателя. Плавно, последовательно. Это тоже ваши союзники, когда вы не спеша действуете. Есть такое выражение «удав душит жертву на выдохе». Это выражение не имеет никакого отношения к работе хищников или жертв. Удав душит жертву на ее выдохе. Значит, что удав не совершает резких движений. Он плавно обволакивает свою жертву, усаживается у нее на шее и он знает, либо, например, опоясывает ее грудную клетку и знает, что когда жертва совершит выдох, а этот момент не может не наступить, будет необходимо совершить лишь малое движение, чтобы крепче сдавить ее грудную клетку. Потом следующий выдох и попытку вдоха совершает жертва и следующее микродвижение удава, чтобы сдавить. Это хорошая иллюстрация того, что значит последовательность принятия. Да и окно овертона работает также плавно, плавно и последовательно. Если вы бросите, например, мышь в кипящую воду, она выпрыгнет. Но если эта мышечка будет плавать в водичке теплой, которая будет медленно нагреваться, или эта метафора посвящена не мышам, а лягушкам, по-моему, и эта метафора, то лягушка не заметит, и она сварится последовательно и поступательно, капля за каплей камень точит. Запомните, резкие движения не работают, только последовательно и диффузно, примерно точно так же, как сменяют времена года друг друга. Также и здесь Стив плавно входит на сцену, плавно, подобно удаву, опоясывает своих зрителей собою, и им ничего не остается, кроме того, как следовать за ним. И снова эти паузы, которые можно называть силой молчания. Разрешите, я проговорю снова, о чем говорил выше, это очень важно. Сила молчания — это сила. Суетливо стремиться заполнять вакуум в воздухе словами истеричными — это слабость. Выдерживать зрительный контакт, выдерживать молчание — это сила, поэтому имейте это в виду. Потому что эти слова потом, в дальнейшем, когда звучит сила молчания, они подобны рамкам, которые заполняет слушающий своим смыслом. Он не может не заполнять своим смыслом слова, которые он слышит из уст другого человека. Кроме того, человек общается не с реальными другими людьми, а со своими представлениями о них. Кстати, по поводу слов, как рамки. Если я скажу, например, первое сентября, школа, запах учебников, то невольно вы начнете заполнять эти рамки, эти выражения своими воспоминаниями, своим опытом. И от этого некуда деваться. Человек — существо внушаемое, и эти механизмы являются древнее, чем цифра в его паспорте. Имейте это в виду. И зачастую спикер может этим пользоваться, когда он переносит в некое состояние себя свои впечатления, воспоминаний и переживаний зрителя, и использует это как свой инструмент-рычаг во взаимодействии с ним. Имейте в виду, а о чем для вас этот инструмент, и как вы можете его использовать в ваших выступлениях, в вашей коммуникации. Каждые несколько лет выходит новый революционный продукт, который меняет всю свою индустрию. Проговорив эту фразу, таким образом Стив готовит зрителя к тому, что тот продукт, о котором он будет говорить сейчас, и он, в свою очередь, произведет революцию в индустрии. То есть, как бы он говорит в целом, констатирует факт, что раз в несколько лет выходит такой продукт, который совершает революцию в нашей индустрии. Но, тем не менее, параллельно вместе с этим он готовит зрителя к тому, что то, о чем будет сейчас идти речь, это и будет тот продукт, который будет производить революцию в индустрии. Структурирование ожиданий. То есть, здесь заботливо и не спеша Стив плетет паутину вокруг себя, сквозь которую начинает воспринимать информацию извне зритель. Пробросив это внушение, что тот продукт, о котором сейчас вы будете слышать, он произведет революцию в индустрии, здесь Стив опять использует силу молчания, чтобы таким образом дать возможность этому внушению, как каплям дождя, впитываться в почву бессознательного участников этого выступления в зрительном зале. И нужно заметить, что вам крупно повезло, если вам довелось сделать хотя бы одну такую вещь за свою карьеру. С одной стороны, фокус внимания зрителя сейчас именно на том, что Стив презентует какой-то новый продукт. Но параллельно между строк Стив же впаивает внушение касательно того, чтобы усиливать еще в большей степени лояльность зрителя к компании в целом. Это всегда важно учитывать, какой бы продукт конкретно вы не продавали, вы всегда параллельно продаете вашему собеседнику себя, как специалиста и профессионала, и вашу компанию параллельно между строк. То есть действия здесь должны быть сонаправленные, как сонаправленные вектора, которые важно учитывать. Сознательное зрителя сейчас зафиксировано на презентации продукта, но параллельно зритель проникается еще больше и больше лояльностью к Стиву Джобсу, как к лидеру этой компании и к самой компании. И, конечно, эта компания заслуживает высочайшей лояльности своих клиентов, ведь действительно продукция Apple, она творит чудеса, иначе не назовешь. Но это исследование посвящено не продукции компании Apple, а именно навыкам и мастерству Стива Джобса в его коммуникации с аудиторией. И снова эти длинные паузы, которые использует Стив, как своих союзников в начале этого выступления, когда он пробрасывает широкую рамку смысла своих слов, эти косвенные, плавные, внушения, которые потом начинают горячей водичкой впитываться в сухую почву зрителя. И чуть позже будут давать всходы и давать те плоды, которые здесь Стив сеет. Это мастерство, оно является очень важным, оно тренируемым является и всегда важно учитывать. А ваши слова, воспринимайте их как семена. Вы идете по полю и сеете, и ваши семена не смогут не дать всходов. И важная тема, а что вы сеете. Это не просто изменило судьбу нашей компании, а всю компьютерную индустрию. Эту рычевую стратегию можно смело использовать, если вы посчитаете нужным. Она звучит следующим образом. Дело в том, что работая с нами, вы не только решите важные для себя задачи, но еще вам будет комфортно и удобно. То есть имейте в виду здесь, что дело не только в том, что а какое-то преимущество и выгода для вашего собеседника от работы с вами, но и б, еще что-то. И таким образом, то, что является здесь а, и дело не только в том, что когда вы будете пить чай из этой чашки, он будет всегда теплый и горячий, но еще самое главное, вам будет удобно держать его своей рукой, и вы будете чувствовать комфорт при этом. То есть здесь можно в общем вставлять все, что угодно. Дело не только в том, что а, но и б. И тогда это преимущество, а оно вонзается раскаленным ножом в теплое масло вашего собеседника его внимания. Еще пример. Изучая этот материал, вы не только узнаете для себя какие-то маневры и рычаги воздействия на вашу аудиторию в публичном выступлении, которые могут быть для вас по-настоящему полезными, но еще, я надеюсь, вы хорошо проведете время вместе с этим, совмещая приятное с полезным. Вам небольшое задание. Вы можете, если посчитаете нужным, сейчас поставить на паузу и сформулировать 4 или 5 предложения по этой форме. Работая с нами, вы не только а, какое-то преимущество для вашего потенциального клиента, но и б, какое-то еще дополнительное преимущество для него. Что вы думаете по этому поводу? Вы можете потом задать открытый вопрос, чтобы вызвать необходимость у собеседника вговаривать в себя то, о чем вы проговорили ему выше. Да, такой маневр можно использовать. И сейчас Стив Джобс прекрасно продемонстрирует использование этого маневра еще раз, когда речь пойдет об айподе. Зал хлопает в ладоши, кричит восторженно, и Стив не мешает им это делать. И здесь прекрасный момент, чтобы сделать для вас известной следующую гипотезу. Смотрите, действия первична, отношения вторична. Человек кивает не потому, что согласен, он согласен, потому что кивает. Человек хлопает в ладоши не потому, что восхищен, он восхищен, потому что хлопает в ладоши. А как он может в ладоши не хлопать, когда рядом все в ладоши хлопают? Поэтому имейте в виду. Это очень важно. Как правило, человек – существо внушаемое. Если вы взаимодействуете с широкой аудиторией, то знайте, что бы вы ни говорили, всегда найдутся те, кто будут кивать. И своими кивками, своим вниманием к вам они будут как бы бессознательно, невербально, параллельно демонстрировать необходимость быть с вами согласным у всех остальных. Человек – существо стайное. И знаете, выступать перед десятью людьми гораздо сложнее, чем перед сотней. Перед сотней гораздо сложнее, чем перед тысячью людьми. Чем больше аудитория, тем более она внушаема. Имейте в виду, сила воздействия ваших слов прямо пропорциональна количеству участников в аудитории. Там всегда будут те, кто рады следовать любым командам абсолютно. И кивая, они будут подавать сигналы всем остальным. Командам этого спикера можно доверять. А что говорить про хлопание в ладоши? Здесь и восторженные крики. И еще важный момент в том, что здесь все участники – это лояльные участники. Это конференция, это выступление происходит в пространстве именно Эппла. Имейте это в виду. Конечно, содержание здесь этой презентации прекрасно. Это действительно революция. Здесь показывает Стив Джобс вещи, которые сейчас являются обыденностью, но тогда какое вызывали они восхищение. Титанический многолетний труд можем здесь видеть. И, конечно, здесь мало слов, чтобы описать этот вклад, который внес Стив Джобс и его команда в развитие человечества. Это прекрасная техника, которой очень удобно пользоваться. Она не создает головной боли, быстро загружается, а иногда вообще не загружается, потому что все работает молниеносно. Но сейчас речь не об этом. Это очень хорошо. Дело не только в том, что Стив Джобс – прекрасный менеджер, управленец и талантливый гений, можно сказать, здесь. Но он еще и прекрасный спикер, у которого можно многому учиться. Итак, сейчас о чем речь? Когда зал аплатирует и восторженно кричит, Стив не мешает залу это делать и только дождавшись тишины начинает продолжать говорить. Стив дает пространство для дыхания, для аудитории. И только когда аудитория отхлопала в ладоши столько, сколько захотела, успокоилась и воцарилась здесь молчание и тишина, только после этого Стив начинает говорить «Всегда предоставляйте пространство для дыхания для другого человека». И только тогда, когда он полностью выдохся и готов вынимать дальше, вы открываете свои уста и продолжаете, начинаете вещать. И он не просто изменил способ прослушивания музыки. И дело не только в том, что iPod изменил способ прослушивания музыки. Да, как бы это здесь говорит Стив, что подразумевается, как само собою факт, очевидное. Но еще дело в том, что… И сейчас добавит Стив другое преимущество, которое стало возможным благодаря этому iPod. То есть второй раз Стив использует ту же самую речевую стратегию. И дело не только в том, что этот продукт позволит вам выгода первая, но и в том, что этот продукт сделает для вас возможным выгода вторая. Помните, вы же написали, я думаю, 4 или 5 примера того, как вы можете использовать такого рода маневр в вашей деятельности. И запомните, мои уважаемые зрители. Новые идеи слабее старых привычек. Человек – это совокупность его привычек, его рефлексов, которые проживают зачастую его жизнь без его сознательного ведома. Поэтому помните, всегда важно тренироваться. Многократное повторение позволяет вам обрести навык. Навык – это то, что вы можете включать и выключать сознательно, когда считаете нужным. Поэтому написать заготовочки, оттренировать их перед зеркалом. Кроме того, можно их оттренировать, включив телевизор или какое-то видео погромче. Когда вы можете проговаривать вашу заготовку даже тогда, когда вас какие-то внешние факторы отвлекают, это позволит вам в дальнейшем легко, уверенно и без усилий проговаривать заранее вами подготовленные паттерны. Вот эти вот речевые стратегии последовательности имейте в виду. И помните, импровизацию может позволить себе профессионал высочайшего мастерства и уровня, который за плечами имеет так много часов постоянных тренировок, что теперь импровизацию позволить он себе может. Для обывателя кажется, который наблюдает за импровизацией профессионала, как он это делает, придумывает на ходу. Просто обывателю зачастую неведомо, как много этих речевых стратегий спикер проговаривал заранее. И сейчас на сцене использует лишь свои заготовки. Поэтому помните, новые идеи слабее старых привычек. Тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь. Количество всегда переходит в качество. Итак, речевая стратегия. Дело не только в том, что выгода первая, но и в том, что выгода вторая. Я вас приветствую. Вы знаете, дело не только в том, что вы, я надеюсь, хорошо проведете время на этом выступлении, но и самое главное будет ряд полезных моментов, которые вы сможете для себя извлечь и добавить в вашу практику, в вашу работу с вашими клиентами, пациентами и что угодно можно здесь вставлять. Это хорошее открытие, которое можно использовать. А всю музыкальную индустрию. Вторая часть этой речевой стратегии. И дело не только в том, что iPad позволил по-другому слушать музыку своему владельцу, но он изменил и всю музыкальную индустрию. Да, второй раз мы видим использование этой речевой стратегии, которая является очень органичной, рабочей и скрасит ваше выступление, вашу коммуникацию. Имейте это в виду. И далее сила молчания, где Стив замолкает и дает возможность зрителю осознать то, что Стив сказал до. Сегодня мы представим вам три абсолютно революционных проекта такого же уровня. И здесь Стив структурирует ожидания у аудитории. Что значит структурировать ожидания? Это значит заранее проговаривать то, как ваш собеседник должен реагировать на то, что скажете вы ему чуть позже. Например, то, что я скажу вам сейчас, может изменить вашу жизнь от и до полностью, и ваша жизнь никогда не будет прежней. Или еще вариант. Тот инструмент, с которым я вам сейчас познакомлю вас, он может целиком и полностью поменять методы вашей работы с вашими клиентами, и вы будете удивляться, как многое теперь станет для вас доступным. Я сейчас понятно утрирую этот маневр, чтобы сделать его более понятным еще тоном голоса. То, о чем вы сейчас узнаете, позволит вам иначе взглянуть на привычные вещи. И далее можно говорить абсолютно все, что угодно. Вот эта первая подводочка, это структурирование ожиданий, где происходит программирование собеседника на то, как он должен реагировать на ваши слова, которые вы будете ему проговаривать. Что здесь и делает Стив. И, конечно, у него есть твердый фундамент, на который он может опираться, потому что действительно то, о чем он будет говорить, это то, что производит революцию. Это действительно гениальнейшее изобретение. Он презентует здесь первый айфон, который заставит визжать от восторга любого своего владельца, учитывая, какими технологиями этот продукт полон. Так вот, и в то же время здесь и Стив опирается на твердый фундамент реальных дел и еще использует красноречиво хорошие инструменты речевого воздействия. Программирует здесь зрителя, что сейчас я познакомлю вас с тремя такими революционными продуктами, благодаря которым мир уже не будет прежним. И таким образом, через некоторое мгновение уже зрители этого зала забудут об этом внушении, которое проговорил Стив выше. Но осадочек в виде эмоции и интриги останется и будет красной нитью пронизывать внимание зрителя на протяжении здесь всего этого выступления. Как правило, человек забывает то, что он слышал до уже через пять секунд. Большую продолжительность времени его мозг не заставляет себя помнить слова, услышанные извне. Забывает. Но осадочек в виде эмоции, в виде некой интриги, в виде некого внутреннего состояния, которое буквально химически растворяется в клетках тела, остается. И ваша задача, вашим выступлением, вашей коммуникацией создавать эмоцию, управлять процессами в организме ваших слушателей. Делать так, что их жизнь становится действительно чуть лучше, чем она была до их взаимодействия с вами. Вы, подобно шаману и волшебнику, как Стив здесь на сцене, кастуете добрые светлые заклинания. Как и здесь, зрители хлопают в ладоши, смеются, улыбаются, отлично проводят время и открывают очи свои чуду, которое демонстрирует для них Стив. И жизнь для них становится более прекрасной. Самым наилучшим образом будем продолжать. Смотрите, с каким вниманием и восхищением смотрят на Стива и на происходящее на сцене здесь зрители. Насколько каждый байт их внимания, каждая секунда их внимания целиком и полностью здесь. Насколько здесь Стив контролирует происходящее и притягивает к себе, подобно сильнейшему магниту, все внимание каждого зрителя в этом зале. И то, как он это делает выше, в том числе об этом мы говорили. И будем говорить далее. Айпод, телефон. Вы понимаете, да? Заранее создавать такие условия, чтобы подводить зрителя к тем умозаключениям, к которым вы хотите зрителя подвести, это высочайшее мастерство. Вы понимаете, да, что я хочу сказать? Айпод, коммуникатор, телефон. Вы понимаете, да, что я хочу сказать? Смотрите, три революционных устройства. Сегодня здесь я вам представлю. Айпод, телефон и интернет-обозреватель. И, конечно, таким образом вы понимаете, да, что речь идет об одном устройстве, которое будет объединять эти три важнейшие функции. И здесь зал сейчас начнет визжать от восторга. Прошло больше десяти лет с момента этой презентации. Я сейчас здесь смотрю в записи. В третий раз я смотрю эту презентацию в записи сейчас. Я чувствую, какая энергия и мощь передается здесь. То есть это не может не вызывать трепета. Вы просто представьте, какие титанические усилия, сколько лет тяжелейшего труда и работы за плечами у Стива и его команды. И еще впереди их ждет. И, конечно, жаль, что, будучи таким молодым, Стив Джобс умер, к сожалению. Но он оставил после себя плоды своих дел и мощнейшую команду, которая продолжает творить. И эта энергия мощная, она передается. И здесь мы можем видеть, как она отражена в виде этого выступления. И аккуратненько, препарируя это выступление, какие-то полезные нюансы для себя выносить. Мощно. Итак, во-первых, подводить аудиторию к тому. Но вы понимаете, да, что я хочу сказать? Чтобы она сама создавала такие умозаключения, к которым вы плавно ее подводите. И это их, конечно, ожидание разрывать. Это айпод, телефон, интернет. Что вы думаете? Это три разных устройства. Это одно устройство, которое сегодня здесь я вам презентую. И после этого зал ревет от восторга. Какой контроль? Это действительно мощнейший рок-концерт. Можем здесь мы наблюдать. Это не три разных устройства, а одно. Участники зала здесь переговариваются друг с другом иногда. Да, представь, такое возможно. Главное, что все их внимание здесь. Все их внимание здесь. Помните эту метафору, когда вы подобны сильнейшему магниту. Втягивайте внимание каждого участника в зале на себя. И здесь простейший инструмент – это структурирование ожиданий через интригу. Да, все-таки мы с вами не Стив Джобс. И все-таки мы не презентуем айфон. И наши дела могут иметь чуть меньше масштабы. И тогда здесь можно использовать структурирование ожиданий через интригу. Простейший прием, который может быть для вас полезным. И подумайте, как вы можете адаптировать этот прием в вашу деятельность. Звучит он следующим образом. Уважаемые зрители, то, о чем я вам собираюсь сейчас рассказать, может действительно поменять ваше отношение к привычным вещам. И вы знаете, меня самого это так волнует, что я сегодня мог всю ночь не спать, подбирая слова. Как же передать вам эти знания? И это чудо, после которого, я уверен, жизнь не будет прежней. То есть, смотрите, здесь я на ходу сейчас придумываю вариацию использования этого приема. И вы можете подумать, как вы можете использовать этот прием в вашей деятельности. Когда перед тем, чтобы говорить что-то важное, вы сначала говорите о том, что сейчас что-то по-настоящему важное вы собираетесь сказать. Чтобы втягивать этой интригой внимание вашей аудитории на себя. Это, как знаете, зачастую я такое наблюдал при просмотре сериалов, когда в начале серии показывают какие-то суперинтригующие моменты, которые ожидают зрителя в изучении этой серии. Используйте этот прием. Мало того, что этот прием позволяет вам внимание аудитории стягивать на себя, он еще и примножает и вашу уверенность. А о чем это для вас? Сейчас вы можете записать несколько вариаций использования этого приема, именно адаптируя под вашу деятельность. Представьте, если бы в школах каждый бы учитель начинал свой урок со структурирования ожиданий, вызывая интригу. Сегодня, уважаемые дорогие мои ученики, мы с вами изучим волшебство квадратных уравнений. И как высчитывать там дискриминанту и чувствовать себя уверенно, извлекая там функцию, в общем, и аргумент и так далее. Какая бы атмосфера царила в зале этой игры и обучения. Вот вы, когда используете две эти составляющие, вы вызываете интригу, интерес, желание следовать за вами, слушать. Вы как бы пробрасываете транзакцию в детское эго-состояние ваших зрителей. Вы как бы говорите ребенку внутри них. Мы сейчас с тобой будем интересно что-то исследовать. Как здесь и делает Стив. Это не три устройства, это одно устройство. И все начинают визжать от восторга. Все их внимание приковано к сцене, и они следуют. И мы зовем его iPhone. И мы зовем его iPhone. Это не проговаривает он здесь, и он называется iPhone. Непонятно, кто дал ему это имя. Уверенно и директивно проговаривать можно здесь. И мы зовем его iPhone. Уверенно, как заклинание проговаривает здесь Стив. И под этим мы. С одной стороны, он имеет в виду себя и свою команду. Но еще же в это мы, как в рамку, вписываются и все участники здесь. И зрители этой презентации, которые изучают это в записи, презентацию, или смотрят с экрана телевизора, например, да, тогда, в 2007 году. И мы зовем его iPhone. Кроме того, никогда не бойтесь придумывать ваши собственные имена собственные. Придумывать свои слова. Придумывайте свои смыслы. Придумайте сами миф, в котором вы выбираете жить, и плавно которым вы начинаете окутывать людей вокруг вас. В этом и заключается задача маркетинга, например. Когда вы придумываете эту мифическую составляющую, пелену своих смыслов, которая плавно обволакивает каждого вашего потенциального или реального уже текущего уважаемого и дорогого клиента. И мы называем это iPhone, говорит здесь Стив. Блестяще. И только в этот момент он стоит по центру сцены. То есть, если до настоящего момента он плавно продвигался к центру этой сцены, то сейчас здесь, подобно вожаку стаи, он проговаривает здесь ключевое, и мы называем его iPhone. Он как бы здесь предводитель всех людей, которые сидят в зале. Сегодня Apple изобретает телефон заново. Вот он. Шучу. Таким, как у меня. Но лучше пусть пока полежит. Здесь мы видим использование сразу двух важнейших маневров речевого воздействия. Во-первых, это юмор. Сегодня Apple изобретает телефон заново. Он говорит здесь, это важное внушение для того, чтобы оно прошло прямо в спиной мозг зрителя. А это же важная такая манифестация. Сегодня Apple изобретает телефон заново. И для того, чтобы не позволить зрителю своим критическим фактором, критическим мышлением поставить под сомнение эти фразы, которые проговорил выше Стив, когда сказал, что Apple изобретает телефон заново, он использует здесь этот юмор и показывает здесь этот забавный телефон, как будто бы iPhone именно так и выглядит. И вот зачастую юмор для этого и используют. Когда пробрасывают внушение, потом шутят. Благодаря этой шутке критический разум, да, критическое мышление у собеседника замолкает, потому что разрывается смехом. И то внушение, которое проговаривалось до этой шутки, прямо раскаленным ножом в теплое масло бессознательного собеседника входит без сопротивления абсолютно. Это внушение здесь Стив проговорил. Сегодня Apple открывает, изобретает заново телефон мобильный. После этого шутка. И кроме того, смотрите, какое многослойное здесь воздействие. Он достает из кармана iPhone, который настоящий iPhone, да, и потом говорит, пусть пока полежит в кармане. Он заигрывает со зрителем, потому что зрителю, представьте, как здесь интересно посмотреть то, что он даже не может представить, как выглядит. Для него это вообще все в новинку и в диковинку. И в этом состоянии предвкушения и интриги Стив зрителя держит. Итак, еще раз проговорю, это очень важно. После внушения крайне важно пошутить. И вот зачастую карнавализация, можно здесь использовать это слово, это, например, да, пространство юмористических передач, которые позволяют сеять в коллективное бессознательное какие-то важные идеи. И смещать внимание критического мышления у зрителя на шутки. То есть давать возможной зрителю ржать и жрать и поглощать внушения, которые проговариваются ему прямо в спиной мозг или в головной мозг, или вообще в каждый его орган с динамиков телевизора, например, или с пикселей экрана, или с печатных слов газеты с типографией. И потом шуточка обязательно. Ха-ха-ха, какая смешная шутка. И далее это использование интриги здесь, чтобы вызвать у них желание пребывать в предвкушении. Это загадка. Телефон у меня лежит в кармане. Чтобы таким образом держать зрителя в подвешенном состоянии, когда интрига буквально жирным соком выливается у него из ушей. Ему интересно, что же там, что же там. Помните, да, задача спикера поддерживать состояние зрителя в детском эго-состоянии, чтобы его ребенок был заинтригован и был полон интереса, и подобно пустому стакану был готов к тому, чтобы Стив, как спикер со сцены, наливал туда что угодно. И зритель хочет тогда следовать. Смартфоны, конечно, более продвинутые, но ими сложнее пользоваться. Они слишком наворочены. Человек все познает в сравнении. Если, например, я назову вам сейчас цифру 5000 рублей, то много это или мало? В зависимости от того, к чему эта цифра имеет отношение. Если 5000 рублей стоит автомобиль, например, шикарный, рабочий, новый, то это смешная цена за него, фантастическая, как такое возможно. И покажется, что это очень малая цифра, малая сумма. Но если речь идет, например, о простом карандаше, а чего он так дорого стоит? Странно. То есть помните, что человек все познает в сравнении. Это важно учитывать. Далее. Для того, чтобы продукт iPhone выглядел еще более блестящим и шедевральным в воображении у зрителя, необходимо рассказать, как сейчас обстоят дела. И здесь Стив рассказывает о том, как много сложностей своему владельцу создает смартфон и обычный мобильный телефон, чтобы потом на этом сравнении сыграв, показать, каким блестящим решением сейчас является то, что он предлагает. А предлагает он iPhone. Итак, что важно помнить. Человек все познает в сравнении. И для того, чтобы более ярким, сочным и красочным выглядел сейчас iPhone, не будет лишним рассказать, как обстоят дела на рынке сейчас. И какие сейчас есть предложения, и что они гораздо хуже, чем то предложение, которое предложу вам сейчас я. Нам не хотелось бы делать представителя какой-либо из этих категорий. Нашей целью был скачок в индустрии. И это очень важная тема, что у нас задача в строительстве этого iPhone не в том заключается, чтобы таким образом денег как можно больше заработать. Нет, мы используем этот iPhone, чтобы совершить скачок в индустрии. То есть затрагивать самые высокие уровни мотивации. Здесь же параллельно Стив выступает не только перед своей целевой аудиторией, не только перед клиентами своими второго уровня, но он выступает и перед клиентами своими первого уровня. То есть перед своими текущими и будущими сотрудниками, для которых будет честь работать в команде Стива Джобса. Они будут чувствовать, мы не просто здесь штампуем телефоны, а мы совершаем скачок в индустрию. То есть проговаривать, сформировать эту миссию, эту высочайшую ценность, этот мост во времени, эту легенду крайне важно. То есть мы создаем скачок во времени, скачок в индустрии. Да, мы это делаем через создание телефона, компьютера, но дело вообще не в телефоне, не в компьютере. Это скачок в индустрии. И ты хочешь стать частью нашей команды? Или ты хочешь продолжать и дальше продавать газировку? Такая история звучит у Стиви Джобсе, когда он пригласил работать в свою компанию выдающегося управленца, переманив его из известной компании Pepsi. И я приглашаю вас задуматься, а какая миссия у вас? В какие слова вы можете ее упаковать? Какую идею ключевую вы проповедуете вашей деятельностью? Ваша же задача заключается не только в том, чтобы оказывать услуги и продукты, продавать высочайшего качества для уважаемых ваших клиентов. Но что еще вы делаете этим самым? Как вы делаете свою жизнь лучше? И смотрите, какой красноречивый жест сейчас выдерживает Стив, в котором мы сделали стоп-кадр. Как красноречиво, где он проговаривает про миссию. Мы совершаем скачок в индустрию. Дело даже не в телефоне. А какую миссию выполняете вы? Какой миф, миссию выбираете вы придумать для себя? Какая в этом для вас смысл, можно здесь сказать? Смысл вашей деятельности? В чем он? Устройство, которое было бы несравнимо интеллектуальнее любого из этих, и супер просто в управлении. Вот где будет находиться наш iPhone. Как я уже говорил, мы изобретаем телефон заново. Как я уже говорил, мы изобретаем телефон заново. И это заклинание будет проговаривать Стив здесь многократно, чтобы оно буквально впечаталось на внутренней стенке черепа участников этой презентации. Что все, что было до iPhone, это так, не телефоны. Это подобие всего лишь, как у тебя не iPhone. То есть ты что, не знаешь, что Стив Джобс, он изобрел телефон заново. И это iPhone. То есть здесь Стив Джобс наверняка знает, как важно пропечатать, выгравировать на внутренней стенке черепа у сидящих здесь на этой презентации в зале, что вот новый телефон, а все, что было до него и все, что другое, это старые какие-то версии из каменного века. А вот это новинка, вот это то, что работает по-настоящему, вот то, чем следует пользоваться. Это же телефон, который изобретен заново. Это же то, каким телефон должен быть на самом деле. Именно таким, каким презентует его здесь Стив. Самое главное, чем вы должны обладать, это верой в то, что то, что вы делаете, является блестящим, полезным, ценным. Что в действительности каждое слово, которое вы проговариваете, имеет под собой фундамент и тысячи и тысячи часов вашего опыта и вашего мастерства. И тогда речи будут ваши звучать самым наилучшим образом. И здесь у Стива есть этот фундамент, учитывая, что всю свою жизнь он посвятил и подчинил тому, чем он сейчас и занимается, этим изобретением. Поэтому помните, а верите ли вы сами в то, о чем вы говорите? Это является ключевым. Он является собой результат годов исследований и разработок. Структурирование ожиданий здесь происходит Стивом, то есть зритель понимает, что то, что сейчас он увидит, это результат многолетних исследований и поисков и изысканий. И значит, это в действительности имеет под собой твердую почву, и мне следует на это обратить мое внимание. Вот, например, четыре смартфона. Все познается в сравнении, и именно поэтому сейчас Стив демонстрирует, какие сейчас смартфоны популярны. И обратите внимание, как сильно отличается от того, что вы видите на экране, то, что совсем скоро я вас, вам презентую. У них у всех эти клавиатуры, которые торчат, независимо от того, нужны ли они вам или нет. Как же решить эту проблему? Стив активно использует открытые вопросы, но как же решить эту проблему? То есть есть проблема, связанная с тем, что кнопки у этих телефонов, и в зависимости от того, ведь какое приложение там мы используем, то эти кнопки могут быть не нужны. Эти кнопки могут устареть, их невозможно заменить, и человек постоянно с собою их носит, даже тогда, когда в них нет необходимости. И как же решить эту проблему? То есть смотрите, как много пресуппозиций здесь, в этом открытом вопросе. Первое, это проблема. Второе, ее необходимо решить. Третье, решить ее возможно. И четвертое, вопрос лишь в том, как ее решить. И таким образом использует Стив открытый вопрос, чтобы и зритель в этом зале задался вопросом. Хм, а как же решить эту проблему? Ведь таким образом зритель готовит себя к тому, что увидит телефон вообще без кнопок. Это и сейчас кажется странным, как телефон без кнопок для многих, например, да? А как это телефон без кнопок такое может быть? Хотя такого человека уже сложнее и сложнее найти, которого удивляет телефон без кнопок. Но тем не менее. А представьте, как здесь люди, увидев телефон без кнопок, будут пребывать в недоумении. Как это так? Именно поэтому Стив готовит их к тому, что они увидят качественно другое устройство, где нет кнопок. И чтобы не слишком сильно разрывать их внутренний мир, Стив их к этому готовит. Сначала актуализирует проблему, потом задается вопросом, а как же решить эту проблему? И таким образом он готовит зрителя к тому, чтобы зритель сам без сопротивления скользил по этой горке под тяжестью собственного веса и плавно приходил к тому состоянию, которое Стив у зрителя вызывает. Мы в Apple решили избавиться от всех этих кнопок и сделать просто один гигантский экран. Вы спросите, как взаимодействовать с ним? Стив предвосхищает вопросы из зала. Он прекрасно понимает, а какими вопросами начнет задаваться участник этой презентации, увидев это устройство. И он сразу это дело предутилизирует. То есть стелет солому там, где есть вероятность упасть. Это определение того, что значит предутилизация. И вы наверняка здесь зададитесь следующим вопросом. И он заранее проговаривает вопрос, вероятность появления которого крайне высока у зрителя. И сразу начинает на этот вопрос отвечать. Это очень важно. Если, например, вы в вашем выступлении сталкиваетесь с типовыми вопросами, то вы можете заранее сказать, что вы наверняка зададитесь вопросом по ходу этого выступления, который звучит так. А, Б, С, Д, Е. И давайте я сразу его раскрою, потому что это будет полезно для вас и для вашего понимания дальнейшей сути этого выступления. То есть собирайте, как правило, самые популярные вопросы, которые задает вам ваш зритель. Особенно если у вас одна и та же тема кочует из одного выступления в другое. И заранее этот вопрос предутилизируйте. Вы, наверное, спросите. Я сразу предполагаю, что вас может заинтересовать вот такой момент. И давайте сразу я его вам раскрою, чтобы в дальнейшем, когда этот момент настанет, когда у человека этот вопрос появится, он уже был спокойный. Вы же раскрыли эту тему выше. Подумайте, а как вы можете использовать этот маневр в вашей деятельности, в вашей коммуникации, мой дорогой, уважаемый зритель. Мы будем использовать для взаимодействия с монитором наши пальцы. И здесь Стив и отвечает на вопрос, который мог задаться участник этой презентации. То есть он сначала задался вопросом, вы, наверное, подумаете, а как управлять этим устройством, где нет такого большого количества кнопок, как на других смартфонов. А сейчас я вам расскажу. И, кстати, мой дорогой, уважаемый зритель, если вам стало интересно, а чей-то голос звучит за кадром, кто же там, то приятно с вами познакомиться. Меня зовут Альберт Сафин. Я автор и ведущий курса развития стратегического мышления. Думать долгосрочно и действовать точно. Это те тонкие материи, развиваться в которых по-настоящему может быть полезным для решения ваших личных и профессиональных задач. Имейте в виду, что курс стратегического мышления в очном и долгосрочном формате я веду, в Санкт-Петербурге. Если вы проживаете в Санкт-Петербурге, вы можете смело запросить у меня более подробную информацию о курсе. Кроме того, курс я веду и в корпоративном формате. То есть в пространстве компаний я провожу этот курс для развития сотрудников. Не только в Санкт-Петербурге. Для более подробной информации можете у меня узнать и со мной связаться. И еще имейте в виду возможность индивидуального вашего взаимодействия со мною. Для решения ваших личных и профессиональных задач. И поверьте, стратегическое мышление может вам пригодиться. Мои контакты легко найти. С вами Альберт Сафин. Смело можете со мной связываться и формулировать ваш запрос. И я посмотрю, а чем я смогу быть именно для вас по-настоящему полезным. Ну что, благодарю вас за внимание. И мы с вами плавно продолжаем и дальше вгрызаться в этот интереснейший материал, который является по-настоящему полезным с точки зрения гипотезы, которые можно использовать в своей коммуникации. Обратите внимание на ваш конспект, если вы его сейчас ведете. И какие вы для себя важные открытия и маневры зафиксировали. И как вы можете их использовать в вашей деятельности. И мы плавно двигаемся дальше. Подносите к уху, он включается, опускаете, и он снова светит. Стив рассказывает об айфоне таким образом, как будто уже пользователи им пользуются, которые сидят в этом зале. Он даже и не подвергает сомнению то, что каждый из участников этой конференции купит этот продукт. Он уже рассказывает об этом продукте, как если уже каждый этим продуктом пользуется. Ну смотрите, здесь есть такой датчик, когда вы подносите к уху, он срабатывает вот так. Потом от уха вы телефон убираете, датчик срабатывает следующим образом. То есть он говорит об этом, как о факте, что вы уже этим телефоном пользуетесь. И таким образом плавно уже ассоциирует себя участник этой презентации с тем состоянием себя, где он уже владелец этого телефона. То есть участник презентации не интересующийся, а он уже владелец этого телефона. И в это состояние его погружает здесь Стив, когда говорит о том, что вот как им пользоваться. Вы им уже пользуетесь. У вас это отлично получается. Когда вы нажимаете вот на эту кнопку, происходит вот это. То есть он обучает этих зрителей пользоваться этим телефоном. И помните, лучшая продажа – это обучение. Когда вы не продаете, а вы обучаете вашего потенциального клиента пользоваться вашей услугой, вашим продуктом. И продажа происходит без продажи между строк самым наилучшим и плавным образом. Перед вами начальный экран айфона. Все, опять же, проще некуда. Стив включает на этом устройстве лирические хиты, которые слышал каждый. Чтобы таким образом и эмоции, соответствующие, вызывать. И чтобы эти эмоции у зрителя, которые вызывает здесь Стив, в дальнейшем и навсегда ассоциировались именно с этим устройством. Чуть позже Стив будет сейчас, я вам покажу, демонстрировать, как протекает просмотр видео на этом устройстве. И вставит смешную сцену из комедийного сериала. Потому что зритель не сможет не засмеяться, эту сцену забавную увидев. И эти эмоции, которые переживает зритель, будут прочно ассоциироваться в дальнейшем с этим устройством. Помните, выше мы с вами отмечали игра с эмоциями вашей аудиторией? Это ваш союзник. Какие эмоции вы вызываете? Как вы позволяете в дальнейшем себя ассоциировать? У него в воображении, у них в воображении. С какими эмоциями? Это всегда происходит. Вопрос лишь в том, это вы контролируете или нет. Я все объясню. Конечно, и это видео, и песни, которые включает здесь Стив, они детальным образом были продуманы заранее, когда он конструировал архитектуру этой презентации. И какая задача у этих отрывков, вы уже понимаете, эмоцию у зрителя порождать. И когда я наконец показал все это, я спросил ему, ну что скажешь? И он ответил мне, а можно я по скроллю? С таким явлением, как скроллинг на телефоне, зритель еще не знаком. Ему кажется это диким, он привык к кнопкам. Понимаете, это важно учитывать. И именно для того, чтобы предутилизировать это сопротивление здесь, Стив рассказывает историю. Когда мы подготовили наш телефон, я показал своему товарищу, ну что скажешь? И знаете, что он мне ответил? Это блестяще, а можно я еще по скроллю? Мне очень понравилось. То есть эта маленькая вставка здесь уместна, потому что Стив прекрасно понимает, что консерватора может испугать перспектива скроллить по экрану телефона, потому что он привык на кнопки нажимать. И для того, чтобы предутилизировать это сопротивление, он подготовил и рассказал эту историю, где его товарищ был в восторге от того, как это забавно, интересно и здорово скроллить. Вот, заранее стелить солому там, где есть вероятность упасть. Вот, что тем самым Стив нам показывает. Изобрести телефон заново. Вот парочка его рингтонов. Конечно, вы сможете их изменить. Это к теме, что Стив общается с аудиторией, как если каждый из участников этой аудитории уже является собственником этого телефона. Вот такой рингтон, и вы легко можете его поменять, имейте в виду, давайте двигаться дальше. То есть, внушать бытийность в собеседника такую, каким вы выбираете его видеть. Он видит участников этой аудитории не как тех, которые интересуются и думают, покупать или нет, а как тех, которые уже купили и активно пользуются этим устройством. И чем в большей степени он в этом уверен, тем в большей степени аудитория уже сама видит себя той, которая этот телефон купила. Я не могу передать, что я чувствую, делая первый звонок с айфона на публик. Я просто нажимаю кнопку «Эдит» в левом верхнем углу и передвигаю его, может быть, в начало списка. «Препятствием, которое может помешать зрителю из этого зала приобрести этот телефон, является следующее. Он может испугаться. А как этим пользоваться? А как с этим работать? Я же совершенно не умею». И, конечно, Стив это прекрасно знает. И здесь он производит обучение, как пользоваться этим устройством, как это легко делать, что будьте спокойны и не бойтесь. Может быть, даже человек и не сознает это возражение внутри себя, но заранее Стив это возражение предутилизирует, показывая, рассказывая, что вы не бойтесь, вы не переживаете. Этим легко пользоваться. Я вам сейчас покажу. И вот, как это легко все происходит. Важно учитывать, а какие возражения могут появляться у вашего потенциального клиента и их обходить плавно. И обучать его тому, как пользоваться вашим продуктом или вашей услугой, чтобы он не боялся. Бывает, зачастую у человека есть и желание, и возможности, и деньги, но он думает, что он не справится. И важно показать ему, вы справитесь, это легко. И вы узнаете и удивитесь, как легко этим пользоваться. И, кроме того, это будет не только для вас полезным и практичным, но и приятным. Все придумано для вас. Смотрите, какой дизайн. Именно поэтому Стив и производит это обучение всестороннее здесь, показывая, как удобно этим устройством пользоваться. А как вы в вашей деятельности можете обучать ваших клиентов тому, как пользоваться легко, уверенно и выгодно вашим продуктом, вашей услугой. В этом направлении мозговать полезно. Бам! Вот и все. Легче просто придумать нельзя. Именно поэтому такие ключевые слова. Вот и все. Как просто. Легче и придумать нельзя. Смотрите, как это легко. Просто чудо. Удивительно. Как это просто все работает. Эти ключевые слова здесь крайне важно использовать, чтобы такое воспоминание потом осело у зрителя. Кроме тех эмоций, которые здесь он переживает, но еще и воспоминания. Так этим легко пользоваться. Так я справлюсь. Я смогу. У меня получится. Потому что представьте, насколько сильно эта модель, это устройство отличается от всех устройств, с которыми пользователь привык работать. Это презентация первого айфона, в конце концов. Не третьего, не четвертого, не пятого, не десятого, а первого. И поэтому максимальное сопротивление здесь у зрителя может быть. И Стив Джобс здесь, подобно ледоколу, разрубает лед этого сопротивления, обучая зрителя тому, как легко этим пользоваться. Как вы можете использовать это в вашей практике. Помните, крайне важно предутилизацией заниматься и обучать ваших клиентов тому, как пользоваться вашей услугой или вашим продуктом, чтобы клиент не боялся совершать шаги в направлении к вам. Все просто до крайности. Ну, я хочу передать тебе мои поздравления насчет айфона. Он неправдоподобно крут. Как элемент косвенного внушения в зрителя, обратите внимание, здесь не только сам Стив отмечает, насколько изящным является это устройство, но и когда он производит демонстрацию и сейчас показывает, как удобно прослушивать здесь записи почтовых сообщений и автоответчика, то и другой человек подчеркивает, поздравляю тебя с этим устройством, оно в действительности очень классное. То есть одно дело, когда Стив сам хвалит это устройство. Да, конечно, это оказывает некое воздействие и давление, да. Но другое дело, когда кто-то другой говорит о том, какое это устройство классное. А человек это существо, животное, социальное, поэтому крайне важно зрителям в этом зале знать, что не только сам Стив отмечает какое-то классное устройство, но и другие люди об этом говорят. Вот так вот аккуратненько в эту коробочку демонстрации Стив и упаковал это косвенное внушение о том, какое это классное устройство, которое проговаривает совсем другой человек. Идея в идее в идее. Обратите внимание, как много здесь слоев. И параллельно еще здесь он показывает демонстрацию, как удобно пользоваться прослушиванием голосовых сообщений на этом устройстве. Вот это мастерство. А как можете использовать такие маневры вы? Плавно и аккуратно в вашей деятельности. Об этом можно и подумать. Здесь у меня есть маленькая клавиатурка, замечательная тем, что она исправляет и предупреждает ошибки, потому что мне грамматика с детства не давалась. И таким образом Стив решает одну из болей, которая может находиться в воображении, в теле, в мозгу, в общем, у зрителя, который думает, я же тоже пишу постоянно с ошибками, а благодаря этому устройству оно будет исправлять мои ошибки, и поэтому я грамматически начну писать верно? Отлично. Здесь и элемент самоиронии, где Стив не стесняется, что грамматически может он неправильно писать. И в то же время такое косвенное демонстрация того, что популярную боль своего клиента он может решать. Клавиатура сама исправляет ошибки. Видите, каждое слово выверено, ничего лишнего абсолютно, все продумано и все бьет в одну цель, в одно направление. Вызывать такое желание у зрителя приобрести этот телефон, чтобы он только и думал о том, ну когда же, когда же они выкатят на рынок первую партию, когда же. Вот в этом мастерство и заключается. Я поставлю ее своим фоном рабочего стола. Поставить фотографию ребенка фоном рабочего стола на телефоне. Ну как пользователь может об этом не мечтать? Неужели это стало возможным? Фантастика, как здорово! Во-первых, представьте, какой фонтан эмоций вызывает эта возможность. И в то же время Стив же показывает, как легко это сделать и просто. Он и эмоцию вызывает здесь. Вот эту трогательную, милую эмоцию. Поставить фотографию своего малыша у себя на рабочем столе. И в то же время показывает, как технически легко эту задачу реализовать. Видите, какое многослойное здесь воздействие. Мы видим и как одним жестом, как много зайцев Стив кладет. И это здорово, когда происходит совмещение, сразу коммуникация по нескольким уровням. И эмоции вызывает разные. И в то же время демонстрируя, как легко и просто это делать. Разве не чудо? И, конечно, зритель здесь отвечает негласно. Это чудо, Стив. Хочу. Конечно, я еще могу выбрать другой размер и позицию. Вот я ставлю ее своим фоном. Бесподобно, согласитесь. И я думаю, вы определенно согласитесь со мной, когда попробуете все это сами. Бесподобно, согласитесь. И вы согласитесь, что это бесподобно, когда попробуете это сами. Смотрите, это звучит слишком директивно. И именно поэтому то же самое внушение проговаривает здесь Стив более мягко, в неком шаблоне неопределенности. И я думаю, вы согласитесь со мной с тем, что это бесподобно, когда сами начнете пользоваться этим устройством. И вот это я думаю. И, может быть, этот материал будет для вас по-настоящему полезным. И есть вероятность, что это может вам пригодиться. Потому что если я скажу, это вам пригодится, это может вызвать некое сопротивление у вас. А чего это он настаивает, что это мне пригодится? Да именно для того, чтобы сказать ему, что он не прав, Альберту, я специально буду стараться и на зло маме шапку не надену. А вот если использовать это как шаблоне неопределенности, то есть плавно, используя вот эти слова. И я думаю, что вы и сами придете к выводу, что это бесподобно, когда сами будете этим пользоваться. И я верю, что если хотя бы одна из гипотез будет для вас по-настоящему полезной, это будет для меня большой наградой. Люблю говорить я в пространстве разборов. Я таким образом подразумеваю, что я не настаиваю, что все будет для вас полезным. Но хотя бы что-то одно, если пригодится, это уже прекрасно. Видите, такое, знаете, будьте как вода. Не надо нажимать и оказывать давление на внешний мир. Вы обволакиваете. Вы как бы говорите, что я приглашаю вас взаимодействовать со мной, но решать вам в конечном итоге. У меня, конечно, есть то, что может быть для вас полезным, но пользоваться этим или нет, зависит от вас. Таким образом, вы уважаете выбор другого человека, что здесь и делает Стив. И я думаю, вы со мною согласитесь, что это бесподобно, когда начнете пользоваться этим устройством. И вот это, и я думаю, очень важное значение имеет. Потому что мы изобрели телефон заново. Мы изобрели телефон заново. Мы, это значит с вами, мои уважаемые зрители в том числе, изобрели телефон заново. Это значит, что все остальные устройства это лишь подобие телефона. А настоящий телефон, который существует, это только тот, который изобрели мы. И как часто проговаривает Стив, это ключевое заклинание, чтобы оно было золотом выгравировано на внутренней стенке черепа у каждого, кто это слышит. Помните, чем больше повторений, тем лучше человек. Даже может потом забыть, но сам будет приходить к этим выводам. Человек – существо внушаемое. Это наша видосохраняющая функция. И тема заключается не в том, как противодействовать внушениям. Нет, это невозможно практически. Тема заключается в том, а в каком пространстве вы выбираете находиться. Вот это важно. То есть тема не в том, как противодействовать ливню и дождю. А тема в том, чтобы не находиться под градом опасного града. Это просто нечто. Вам нужно это видеть. Здорово, по-моему. Теперь я покажу вам нечто просто невероятное. Потом вы можете проскролить вверх и вниз. Потому что я вижу вас уже теми, кто владеет этим устройством, и вы можете проскролить здесь, вверх и вниз. Но мне не нравится, что я не везде могу разобрать текст, потому что буквы слишком маленькие. Здесь я могу применить уже знакомую вам щепотку. Заранее предвосхищает вопрос, который может появиться у зрителя здесь. Это же мелко, как мне это смотреть? И он здесь, Стив, проговаривает и сразу говорит решение, как избежать этой проблемы. Ведь можно щепоткой увеличить область экрана и посмотреть, что там написано. Видите, как регулярно он этот маневр использует. И это крайне рационально так делать. Если вы прекрасно понимаете, что у зрителя может возникать с высокой вероятностью определенный вопрос, вы его проговорите и покажите ответ на этот вопрос и решение. Это важно. Мне, например, нравится анатомия Грея, пирата Карибского моря, тоже хорошая. Я такой же, как вы. Я люблю смотреть фильмы. Мне, например, нравится вот такое кино. То есть позиционировать себя как того человека, который близок к своей аудитории и является таким же. И ничто человеческое мне не чуждо. И вот такие у меня есть предпочтения. И это тоже важно делать себя таким выпуклым, реальным и человечным. Потому что именно такой образ вызывает максимальное доверие к себе. Разве не классно? Просто и быстро. Важно заранее продумывать, с какой мыслью вы хотите, чтобы участник этой презентации покинул этот актовый зал. В данном случае мысль должна быть следующая. Это классно, это легко, это просто, это быстро. И Apple изобрели новый телефон. И я могу просто позвонить им. Доброе утро. Кофейня Starbucks. Чем могу быть полезной? Могу я заказать 4000 лотте для друзей? Нет, извините. Просто шучу. Ошибся номером, спасибо большое. До свидания. И здесь какой многослойный маневр. Во-первых, Стив демонстрирует, как легко пользоваться телефоном, найти на карте нужное заведение и позвонить, не совершая лишних телодвижений. Далее, смотрите. Могу я заказать у вас 4000 порции кофе лотте? 4000 человек – это примерное количество участников в этом зрительном зале, которых он называет своими друзьями. И здесь и юмор, и демонстрация того, как легко этим пользоваться, и близость. Вы мои друзья, и я рад для вас заказать это кофе. То есть, тоже многослойный пример. Разве это не восхитительно? Прямо на моем телефоне. И даже сейчас это действительно кажется чудом. Действительно магия и волшебство. А представьте, как разрывало это тогда тех, кто сидит в этом зале. Какие это технологии. Магия. Это же сказ. Мы очень горды своим изобретением. С одной стороны, это сильнейший маневр в продажах, когда продавец не стесняется признаться, что я горд тем, чем я занимаюсь. И это для меня честь быть частью этого. И, конечно, здесь Стив Джобс, он не просто продавец. Он один из главных самых людей, без которого эта компания бы просто-напросто не существовала. Он ее основатель. Но имейте в виду здесь какую мысль. Крайне важно заниматься такой деятельностью, которой вы рады заниматься и чувствуете гордость. Крайне важно иметь такое отношение к своей деятельности, когда вы с гордостью приступаете к своей работе. И это честь для вас служить вашим клиентам, коллегам, партнерам, товарищам, вашим союзникам. И это делает человека человеком, профессионалом. Это важно учитывать. Гордиться своей деятельностью и достигать там высот. А о чем это для вас? Какая длительная пауза. Это сила молчания для того, чтобы предоставить пространство участникам этой конференции для дыхания. Чтобы они успели осознать происходящее здесь. Это же настолько не вписывается пока в их картину мира. Это настолько с нечто новым они сейчас познакомились и столкнулись. И вот это молчание дает им возможность это все переварить в этой тиши. Стив Джобс приглашает на сцену достаточно авторитетного человека, который является исполнительным директором в компании Google, который тоже проговаривает о том, каким открытием является этот телефон. То есть обратите внимание, для воздействия в аудиторию можно еще приглашать других людей. И чем более авторитетными они являются, тем лучше, которые тоже будут проговаривать о том, насколько этот продукт является выдающимся. Как участник проекта, ты получишь его одним из первых. Это поражает. Вы действительно создали нечто. И эти слова проговаривает здесь не просто обыватель с улицы, а со-основатель и директор компании Yahoo, который является частью этого выступления. Здесь перевод этой фразы не звучит, но Стив Джобс сейчас говорит «Сегодня Apple изобретает телефон заново». Да, это очень важно замечать, как часто проговаривается какая-то определенная фраза, которую спикер планирует пропечатать на внутренней стенке черепа у зрителя. И в данном случае это эта фраза. Вот так выглядят их телефонные книги. А вот так контакты айфона. Снова здесь игра на сравнении. Помните, для человека, как для существа, все познается в сравнении. И ничто само по себе в отрыве от контекста ничего не значит. И поэтому важно показать, как выглядят другие телефоны. И как выигрышно на фоне них выглядит айфон. Это делает айфон еще более желанным лакомым кусочком для участников этой презентации. И не только для них, в свою очередь. Как вы думаете, а каждый ли работник компании Apple здесь просмотрел потом эту презентацию? Конечно, каждый. И тем самым еще в большей степени еще сильнее замотивировал себя еще более усиленно работать, наблюдая, как старается Стив Джобс, какую реакцию вызывает он у зрителя. То есть здесь, с одной стороны, Стив продает идеи зрителям, которые здесь находятся, потенциальным клиентам, но еще и сотрудникам, участникам своей команды. Об этом тоже важно помнить. Это можно обозначить как постгипнотическое внушение. Я думаю, и обратите внимание, шаблон неопределенности здесь, что не настаивает, а лишь предполагает. И таким образом делает это внушение еще более косвенным. И сквозь бреши в доспехах критического фактора это внушение плавно входит сквозь бреш этих доспехов в своего слушателя. И я думаю, что после сегодняшней презентации вы не сможете теперь спокойно, без отвращения, смотреть на вот эти смартфоны, которыми полон рынок. Я уверен, что в дальнейшем вы будете думать о том, что вы можете сделать, чтобы iPhone оказался в ваших руках. Как бы между строк проговаривает здесь Стив. То есть он пробрасывает постгипнотическое внушение, что после сегодняшней презентации вы уже не сможете без отвращения смотреть на те устройства. И только iPhone будет вызывать у вас желание собой пользоваться и радоваться этому факту. Это тоже важный момент, который он здесь производит уже к завершению этой презентации. И совсем скоро речь пойдет о том, а сколько же это стоит? И когда же можно будет наконец приобрести эту машину? И сколько же мы должны за него попросить? Ну а сколько стоит его компонент? И цена устройства тоже познается в сравнении. И для того, чтобы цену этого устройства сделать маленькой в воображении зрителя и потенциального покупателя, здесь вот какой маневр использует Стив. Он покажет, а сколько стоят функции, которые включены в этот телефон, если покупать их отдельно. И таким образом тогда, сложив их, он покажет, что на фоне этого, значит, и стоимость телефона достаточно адекватная и разумная. И к такому же выводу придет и зритель. Электронная почта, опция каверфлоу и так далее. На все это поставили бы сотни долларов. Поэтому, насколько больше 499 нам просить за айфон? И это важный момент. Прежде чем озвучить стоимость этого устройства, важно быть уверенным в том, что вы сделали известным его преимущества и выгоды. Потому что сама по себе стоимость ни о чем не говорит. У меня иногда спрашивают, Альберт, а сколько стоит обучение у тебя на курсе стратегического мышления? Я могу здесь назвать любую цифру, но она не будет красноречивой для другого человека. И в данном случае я делаю так. Я приглашаю вас изучить видео, которое я вам сейчас отправлю по WhatsApp на ваш номер телефона. Вы познакомьтесь с ним, чтобы вы понимали, а что входит в этот курс, как часто проходят занятия, что они в себя включают, какие методы обучения я использую, какая поддерживающая среда между занятиями. Вообще, какая инфраструктура у курса, это тоже важно понимать. И кроме того, я там проговариваю и организационную составляющую и стоимость обучения. В противном случае сама стоимость человеку ни о чем не скажет. Это, как я скажу вам просто-напросто, 5000 рублей. За что, почему, куда, что с ними делать, что я при этом получаю. Как и здесь, Стив Джобс демонстрирует вот что. Прежде чем он называет стоимость, он показывает, а за что человек платит и что он получит. И только после того, как он это проговорил, он называет уже стоимость. Или, например, когда обращаются ко мне за индивидуальным взаимодействием. Я сначала отправляю небольшой опросник, чтобы понять, а насколько я могу быть по-настоящему полезным для другого человека. Когда у меня спрашивают Альберта, сколько у вас стоит индивидуальная консультация. Я отправляю небольшой опросник, чтобы понять, какие задачи у человека. Может быть, его задачи вообще вне зоны моих компетенций находятся. Такое тоже бывает, да. И только потом, убедившись в том, какие у него задачи, какие препятствия он видит в их решении, почему ему важно эти задачи решить. Я уже только после этого, как бы спроектировав у себя в голове план взаимодействия с ним, предоставляю другому человеку здесь, потенциальному своему клиенту, план работы с ним, и сколько это будет стоить, и что в эту стоимость входит. А сама по себе цена, она ни о чем. Поэтому имейте в виду здесь и в корпоративном, кстати, формате. Мне крайне важно общаться с заказчиком, понять, какие задачи перед ним стоят, что из себя представляет его коллектив, в каком состоянии пребывает сейчас и их корпоративная культура, как можно вплести в ритм жизни компании занятие стратегического мышления, как можно вызвать желание у каждого сотрудника, если будет такая возможность, обучаться на курсе, не заставляя, а вызвав у него искреннее желание исследовать для себя новые свои себя и внешнего мира, что влияет на эффективность работы команды и на деньги, в том числе, которые зарабатывает компания. И только после этого, поняв и разобравшись, что к чему, я уже и предоставляю предложение, сколько это будет стоить, какие условия, в каком графике мы можем работать, именно опираясь в данном случае на частный случай именно этого заказчика. Как и здесь, Стив это делает. Поэтому имейте в виду, прежде чем называть стоимость ваших услуг, если у вас еще услуга не типовая, а уникальная, обладающая своими особенностями, понятно, что стоимость хлеба или молока должна быть на виду, потому что есть представление у человека, что он получает, купив эти продукты. А если у вас услуга сложная, многосоставная, то сначала убедитесь в том, что вашему потенциальному клиенту эта услуга нужна, что вы в действительности сможете помочь ему в решении его задач, что он понимает, что в эту услугу входит, и потом рассказываете именно ценообразование. Это важно учитывать, что здесь Стив и выполняет. 499. И не выше этого. Когда же он выйдет в продажу? Мы выпустим партию в июне. Да, в июне. И здесь смотрите, как используют ожидания и время Стив как своих союзников. Судя по всему, эта презентация проходила 9 января 2007 года, но возможность купить этот телефон появится только в июне, когда выйдет первая партия. То есть полгода он маринует этих людей, ждать, вговаривать в себе, рассказывать другим о том, что вот когда же, когда я смогу купить этот телефон. И это очень важно, использовать время и пространство здесь как своих союзников, чтобы потенциального клиента мариновать. Это же как препятствие искусственное, которое здесь Стив создает в виде ожидания, чтобы момент покупки еще был более желанным для покупателя. И этим и обусловлены эти бешеные очереди, которые люди занимают чуть ли не за двое суток до старта продаж. И здесь можно было слышать, когда Стив сказал, что в июне, как выдохнул зал, как бы расстроившись, так долго ждать, мы надеялись, что мы сможем купить это прямо сейчас. Но нет, надо ждать, чтобы заслужить возможность это купить. То есть вы еще должны заслужить ожиданием возможность купить это устройство. Видите, как Стив создает дефицит и желание здесь. У меня не работает кликер. И здесь интересно посмотреть, как Стив реагирует на неполадку. Ничего страшного, технические неполадки могут быть. Вот кликер перестал работать. И он знает, пока его союзники решают эту задачу, связанную с технической неисправностью, у него задача продолжать держать на себе внимание аудитории и рассказать какую-нибудь историю, которая будет только на пользу. Использовать любое событие, происходящее себе на пользу, это важно. Например, выступаете вы перед аудиторией. И допустим, кто-нибудь из технического персонала или официант споткнулся, упал или разбил что-то. Здесь важно продемонстрировать свою заботу с вами. Все в порядке вы, как решите появившуюся небольшую проблему. Или, например, разбил что-нибудь он. О, это на счастье, вовремя вы это сделали. То есть, когда вы не игнорируете происходящее вокруг, а используете это в свою пользу. В первом варианте вы демонстрируете себя, как человека заботливого. А во втором варианте, с чувством юмора, вы показываете, как вы можете использовать в свою пользу все, что происходит. Опа, разбилось, значит на удачу. Ладно, давайте двигаться дальше. Кликер не работает. За кулисами сейчас происходит маленький конец света. Знаете, когда я учился в колледже... Итак, он здесь пошутил, показав, как забавно, что кликер не работает. Представьте, какой конец света сейчас происходит за сценой, когда все сотрудники пытаются решить эту задачу. То есть, зал посмеялся. Самое главное, здесь Стив не утратил контроль над происходящим и над собой. И пока эта техническая задача решается, он рассказывает историю времен обучения в колледже. История заключается в том, что он подчеркивает, что даже тогда, много-много десятилетий лет назад, много десятилетий назад, я занимался со своим товарищем созданием разных продуктов, инженерным делом, программированием. И как бы здесь он использует эту заминку, чтобы подчеркнуть в воображении у зрителя, что Стив занимается этим всю жизнь. И у кого, как у него покупать технические устройства, в конце концов. Ведите, каждая маленькая деталь на пользу. Взять 1% рынка и начать с этого. И смотрите, какие выполнимые цели и трезвые ставит для себя Стив Джобс для своей компании. Они не зеленые люди, у них за плечами гигантский опыт в создании технических устройств. И на 2008 год он ставит себе в задачу занять 1% рынка. Вы знаете, на сегодняшний день, по итогам 2019 года, можно сказать, что доля продукции Apple в мире смартфонов 66%. То есть представьте, здесь какой урок можно извлечь. Ставит для себя реализуемые и выполнимые цели, чтобы не было соблазна их не достигать. Играя в игру, смотрите, как я старался. Трезво и уверенно делать то, в чем вы уверены плавно, без героических подвигов. Конечно, для них это героический подвиг. Я сейчас накладываю именно на действительность в бытовом смысле конкретного человека. Когда он ставит для себя цели, надо помнить, что слона нужно съедать по кусочкам. Не совершать героические подвиги, а то кишка может надорваться с мышцой. Не надо плавно и поступательно, необходимо действовать, ежедневно совершая малые шаги. И здесь, конечно, Стив Джобс и не знает, какое будущее ждет это устройство, начало которому он положил. И да, 66% доля рынка по итогам 2019 года. Действительно прекрасное устройство, которое дает много возможностей своему владельцу, скорость работы, функции. Это фантастика. Маленькая поправка. Занимает Apple 66% от общей мировой прибыли от продажи смартфонов. То есть здесь речь идет 66% от общей мировой прибыли от продажи смартфонов. А в отношении количества устройств, учитывая, что Apple это далеко не самые дешевые мобильные телефоны, в отношении количества устройств это 12,3% от общего количества устройств, разных мобильных от разных производителей, всего. Мы встретимся с большой конкуренцией, много игроков. Знаете, я не спал ни секунду сегодня ночью. Я скольжу туда, где шайба будет, а не туда, где она сейчас катится. И мы всегда делали так с Apple. Использование цитат известных людей тоже может быть полезным в публичном выступлении. Потому что проговорив сейчас эту цитату одного из выдающихся хоккеистов, что делает Стив Джобс как ледокол? Он прорубает страх потенциальных клиентов перед новым, перед инновациями, перед использованием такого устройства, которому они не привыкли. Поэтому, если вы не будете использовать это устройство, вы отстаете. Если вы открываете себя к использованию этим устройством, к работе с ним, то вы, значит, идете вместе со временем. Вы в трендах. То есть смотрите, какое массированное многослойное воздействие оказывает здесь Стив на аудиторию. И это прекрасно. Это мастерская работа. С самых первых дней. И всегда будем. И всегда будем и дальше этим заниматься. Да, какой высокий уровень мотивации, против которого ничего даже не сказать. И остается только доверять. И это к вопросу миссии смысла. И какой смысл вашей деятельности для вас? Какой вклад таким образом вы вносите в человечество? Как благодаря тому, чем вы занимаетесь, жизнь становится людей лучше? Вот этот смысл, который вы выбираете нести с собой на протяжении всей вашей жизни, чем бы вы ни занимались. Вы же понимаете, что профессия здесь – это лишь следствие этого смысла. Если у человека смыслом является исцелять раненое сердце, то он может быть, как и врачом, понимаете, так он может быть и юристом, исцеляя раненое сердце своих клиентов. Да он может быть кем угодно. Он даже может быть и уборщиком, который производит порядок в пространстве своего заказчика, например, когда он моет полы и понимает, таким образом он вносит свой вклад в развитие людей. Он настолько изящно выполняет эту уборку, что лечит раненое сердце других людей. Поэтому здесь сама профессия – это лишь следствие. Это лишь как эхо того смысла, той миссии, которую вы выбираете нести. Поэтому задумываться надо не о профессии. Профессия здесь – это следствие. А в первую очередь, какой смысл вы несете. Спасибо вам всем огромное. Мне очень приятно. И благодарность аудитории имеет очень важное значение, которое можно проговорить, завершая свое выступление. Многому можно научиться в этом выступлении. Действительно, работу большого человека на сцене мы сейчас с вами изучали. И я приглашаю вас плавно завершать изучение этого материала. Мои уважаемые зрители, много гипотез прозвучало выше. И я верю, что если хотя бы одна из них будет для вас по-настоящему полезной, особенно в долгосрочной перспективе, особенно то, что вы будете применять в вашей деятельности, в ваших выступлениях, в вашей коммуникации, в ваших исследованиях и себя в том числе, и мира вокруг вас, то это будет для меня большой наградой. Смело пишите мне, что было для вас самым полезным в пространстве изучения этого материала. Ваша обратная связь вдохновляет меня продолжать и дальше создавать такие материалы в том числе. С вами Альберт Сафин, автор и ведущий курса «Развитие стратегического мышления». Думать долгосрочно и действовать точно – миссия курса и моя – развивать эти способности. Потому что думать долгосрочно и действовать точно – это именно то, что способствует процветанию человека, семьи, компаний, страны, да и вообще всего мира, на мой взгляд. Поэтому имейте в виду возможность вашего взаимодействия со мною, либо в корпоративном формате, проведения занятий курса в пространстве вашей компании, либо ваше обучение в Санкт-Петербурге, в участии групп, которые я набираю каждые полгода в Санкт-Петербурге. И, может быть, в Москве совсем скоро начну группы вести. И в индивидуальном взаимодействии со мной, знайте, у вас есть такая возможность для решения ваших личных и профессиональных задач. Это выступление и этот выпуск, в первую очередь, был посвящен теме речевого воздействия, тому, как чувствовать себя, свою аудиторию, и как с ней взаимодействовать. И это прекрасно. Ведь, помните, человек живет в океане коммуникации, и в зависимости от того, как он общается с собой и со своим окружением, это имеет важное значение. И, помните, не имеет никакого значения, что говорят вам другие люди. Главное, что вы сами говорите себе, что вы сами в себя выговариваете. Пишите, что было для вас самым полезным здесь. Я благодарю вас за внимание. До скорых встреч, мой уважаемый зритель. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok